Домодедово без полосы Домодедово без полосы подрядчик новый ВПП освоил только 32% от контрактов «Коммерсант» от 12 декабря 2018 года, 22 часа 33 минуты администрация аэропорта Домодедово расторгла контракты соустроительное управление номер 1, Су-1, на создание новой взлетно-посадочной полосы, ВПП, спустя 4,5 года после начала работ. Введение конкурсного производства в отношении подрядчика в ноябре не оставило шансов на исполнение контрактов на 15 миллиардов рублей, заказчик ВПП требует от подрядчика вернуть 3,6 миллиарда рублей неосвоенных авансов, а новый исполнитель будет определен лишь в начале 2019 года. Сроки окончания строительства не ясны. ВГУП администрация аэропорта Домодедово, ААТ, подведомственно Росавиации, расторгла контракты с подмосковным АОСУ-1 на строительство взлетно-посадочной полосы и перронов в рамках создания второй летной зоны аэропорта, рассказал представитель Росавиации. По его словам, договоры официально расторгнуты с 10 декабря. ВГУП проведет тендеры и выберет нового подрядчика по работам в начале 2019 года. В ведомстве не раскрывают сроки завершения строительства. Решение о строительстве новой ВПП в Домодедово из-за плохого состояния действующей второй полосы. По окончании строительства новая ВПП получит название второй, а ныне действующую вторую полосу превратят в рулежную дорожку. По данным портала Газгокупок, общая стоимость контрактов СУ-1 в Домодедово составляет 15 миллиардов рублей. Строительство самой полосы и рулежных дорожек оценено в 2 миллиардах рублей. Еще 13 миллиардов рублей предназначены на строительство перронов и монтаж оборудования. ВГУК заключила с подрядчиком контракты в июле 2014 года. Предполагалось, что полоса и перроны будут готовы к концу 2016 году, но потом срок сдачи перенесли на июнь 2018 года к началу чемпионата мира по футболу. Подрядчик не справился и с этими сроками. Летом в отношении СУ-1 введено внешнее наблюдение, и, по данным картотеки арбитражного суда, компания объявлена банкротом 23 ноября, в отношении нее введено конкурсное производство. На 17 сентября, первое собрание кредиторов, задолженность СУ-1 составила 16,6 миллиарда рублей, конкурсное производство завершится в мае 2019 года. ВАУ Аэропорт Домодедово, оператор аэропорта, отмечают, что проекты по расширению терминальной инфраструктуры выполнены, новый терминал начал работу в июне, накануне ЧМ-2018. Мы рассчитываем, что Росавиация завершит строительство ВПП и аэродромной инфраструктуры с учетом новых обстоятельств, связанных со сменой подрядчика, говорят в компании. Как будет работать новая система контроля в Домодедово из информации «Газгокупок» следует, что контракты на строительство новой, третьей, ВПП и перронов в Домодедово исполнены только на 32%. Новый подрядчик должен будет освоить около 9,5 миллиарда рублей по обоим контрактам. По первому контракту не освоено 644,4 миллиона рублей, по второму 5,3 миллиарда рублей. СУ-1 также не освоила авансов 555,8 миллиона рублей по первому контакту и 3 миллиарда рублей по второму. ВГУП требует от подрядчика вернуть неосвоенный аванс в размере 731 миллиона рублей по обоим контрактам. По данным ОФ, Росавиация будет обращаться в Минфин за индексацией стоимости строительства инфраструктуры. В Минфине переадресовали вопросы ОФ к Минтрансу. Там не ответили на вопросы ОФ. Связаться с представителем СУ-1 не удалось. Старший научный сотрудник Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ Выше Андрей Крамаренко отмечает, что действующая вторая ВПП Домодедово в последний раз проходила реконструкцию более 20 лет назад и сегодня используется, как правило, в периоды пиковых нагрузок на аэропорт. Вариант, при котором Домодедово останется с одной полосой из-за несвоевременного ввода новой ВПП, по словам эксперта, маловероятен. Герман Костринский.